МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа «Республика». Об основных событиях четверга вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Глава республики сегодня приехал с инспекцией в Шумерлю. Жалобы от местных жителей Михаила Игнатьева поступали в мае. Во время прямой линии на национальном радио. Изношенные сети, отсутствие горячей воды, большие долги. Эти вопросы взяли на карандаш. Глава региона потребовал решить насущные проблемы в самое ближайшее время. С подробностями Дмитрий Ковалев. Ржавые коммуникации, старые котлы, постоянно выходящие из строя моторы. Даже при беглом осмотре нашему оператору удается отснять вот такие кадры. Где-то от сильной вибрации дребезжит прибор, где-то трубы обросли паутиной. Котельная на окраине города уже давно работает на пределе. Износ оборудования превышает 70%. Потери огромные. Техника и сети работают с холостую. С установкой приборов, учета индивидуальных, с установкой в этот люди стали экономичнее расходовать ресурсы. Некоторые стали, скажем, немножко обманывать, передавая эти значения. Потери сегодня предприятия стали 24%. Котельная обслуживает большой участок. В так называемом районе Камчатка расположено 60 жилых домов, три школы и два детских сада. Модернизация необходима. Причем у местных властей все планы уже расписаны в проекте. В городе вместо одной планируют возвести сразу пять модульных отельных. Ставку делают только на экономию. Вода там есть, электроэнергия там есть. То есть как-то удешевить. При этом, значит, мы уходим от этих сетей, которые, скажем, вот эта часть запунктируем, она находится под землей, то есть уже в аварийном таком состоянии, то есть где большие потери. При этом получаем стабильность и при этом уходим от механизма затрат, который есть сегодня, то есть уже списанное оборудование. Решение проблемы упирается в немалые средства. По городу необходимо 150 миллионов рублей. И местные власти снова просят деньги из бюджета. Эту идею глава республики не поддержал и посоветовал искать другие пути. Шумерля уже увязла в долгах. Мы и так тут 125 миллионов дали бюджетный кредит. Куда она? Провалилась? Провалилась, соответственно. Долги сейчас погашаем перед Газпромом, значит. И у меня уверенности нет. По шагу, если вот так смотреть, хорошо на бумаге все нарисовали, а в этом году практически никаких таких принципиальных решений не приняли. Это плохо очень. Проблемы необходимо решить в ближайшие годы. Город растет на глазах. В этом доме львиная доля квартир строится для тех, кто нуждается в жилье и стоит сейчас в очереди. Новоселье здесь сыграют ветераны, многодетные семьи и те, кому раньше приходилось ютиться в аварийных бараках. Но расселить их полностью за счет государства сейчас не удается. Существующее жилье, веткое, оно малогабаритное, как правило. Вот в этом году очень маленькую не получили. В этом году у нас там веткий барак есть, общежитие, так называемое, комбинат от фронов, в свое время, когда оно было. Там площадь 10-14 квадратных метров. Его долго не расселяли. Мы его постоянно, как у нас, уходил, потому что он тяжелый дом. Много семей, 60 семей. Разница большая. До нормы недостает 12 квадратных метров. Чтобы расселить барак полностью, необходимо изыскать еще 30 миллионов рублей. Но в этом случае в минусе остаются строители. На добровольном основе, на самом деле, жители, которые переселяются, согласно доплачивать, оформлять кредиты, доплачивать. Это тоже механизм недоплатный. Это предмет договоренности, я говорю, значит. Это мое право, да? Меня никто не заставляет. Я хочу, допустим, жить не в 12 квадратных метрах, я хочу жить в 18 квадратных метрах, да? Я 6 метров сам добровольно изъявляю желание доплачивать. На свои силы пока приходится рассчитывать и шумерлинским погорельцам. После пожара люди поселились у родственников. Эксперты признали, что дом еще возможно восстановить. Недавно здесь уже укрепили фундамент. Но жильцы ждут от властей другой поддержки. Они хотят переехать в новые квартиры. Приобрести их за счет бюджета невозможно. Барак находится в муниципальной собственности. Михаил Игнатьев предложил людям взять кредиты. Республика готова их субсидировать. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Конкретные сроки Михаил Игнатьев поставил и перед подрядчиками, которые строят в Шумерле стадион. Возводить объект начали еще в июне прошлого года. Сейчас работы подходят к завершающей стадии. Подрядчики уже обустроили футбольное поле. Здесь положили искусственный газон. Неподалеку установили тренажеры для занятий физической культуры. Простаивать стадион не будет и зимой. Для шумерлинских спортсменов возвели хоккейную коробку. Спортивный объект необходимо сдать уже в августе, отметил Михаил Игнатьев. Посетил глава республики и городскую поликлинику. В рамках программы модернизации здравоохранения здесь закупили более ста современных аппаратов. Особое внимание уделяется детской помощи. Недавно в этом отделении обновили УЗИ установки. Кардиологические исследования, всесосудистые можно на нем проводить, УЗДГ, все. У нас раньше в Шумерлин не было, в педиатрии, по крайней мере, аналогов. Не хватает поликлиники молодых кадров. Более 20% медиков в этом городе старше пенсионного возраста. Эти проблемы обсуждали на совещании в шумерлинской администрации. Михаил Игнатьев отметил, что город сейчас находится в числе отстающих муниципалитетов. Экзаменационная пора позади. Выпускники и родители перевели дух. Итоги ЕГЭ в Чувашии подводили сегодня в Министерстве образования республики. Списывали, списывают и, вероятно, будут пытаться списывать. То, что единый государственный экзамен не обошелся без нарушений и в нашей республике уже неоднократно обсуждалось. Что ж, наверняка попытки обойти систему школьники в ближайшем будущем не оставят. Однако шансов использовать что-то кроме своих мозгов у выпускников с каждым годом становится все меньше. Уже в 2013-м в каждом кабинете установили по две камеры видеонаблюдения. Впрочем, то ли еще будет. Планируется, что в следующем году будет рассматриваться вопрос о установлении глушителя сотовой связи по проведению ЕГЭ. С тем, чтобы вопрос об использовании сотовых телефонов уже полностью снять. Кстати, глушилки – это далеко не все, чем планируется порадовать выпускников. В будущем будет увеличено и количество обязательных для сдачи предметов. Новые федеральные государственные образовательные стандарты, которые в настоящее время не только начинают внедряться, они внедрены в первых и вторых классах, они предусматривают сдачу единого государственного экзамена обязательный предмет для страны языка. Естественно, что эти выпускники, которые сейчас учатся в втором классе, они будут сдавать ЕГЭ в 2021 году. Так или иначе, по сравнению с прошлым годом, нарушать стали меньше. Всего четыре случая против прошлогодних десяти. А вот количество стубальников возросло, причем более чем в два раза. Однако специалисты отмечают – все вполне закономерно. На наш взгляд, пока без глубокого анализа, две причины на резкое увеличение стубальников в нашем регионе, в нашей республике. Одна причина, первая причина – это все-таки из года в год совершенствуются технологии подготовки к ЕГЭ. Наши ребята вместе со своими педагогами и репетиторами уже умеют правильно готовиться к ЕГЭ и качественно. И вторая причина – это, конечно, появление в сети интернета за сутки, за несколько часов, за два дня даже, по-моему, есть предметы, появление базовых матричных заданий. Все же изучение данных показало, что стубальники – в основном ученики гимназии и лицеев, которые в школе учились на отлично. Что ж, и ученики – хорошие преподаватели, сильные школы – профильные. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Более тысячи выпускникам пришлось понервничать дважды. Их высокобальные работы перепроверяли. Перепроверено, извините за тавтологию, 1087 высокобальных работ. Это получается по истории, английским языком, физике, химии, математике. Из них, получается, 28 работ изменены в результатах. В основном это на один балл. Значит, из них 26 работ баллы снижены, 2 работы баллы увеличены. На данный момент все проверки и перепроверки работ основного и досрочного этапов ЕГЭ закончились. Но спать спокойно выпускникам в ближайшее время, судя по всему, не придется. Впереди поступление в ВУЗы. Но представители учебных заведений напоминают, ждать выдачи сертификатов с результатами единого госэкзамена не стоит. Чтобы подать заявление в ВУЗ, достаточно аттестата и паспорта. Ольга Пырлечкина, Андрей Спиридонов, Республика. Стать владельцем универсальной электронной карты теперь проще. Новые точки приема заявлений на получение ОЭК на днях заработали в Чебоксарах и в некоторых других населенных пунктах республики. Получить универсальную электронную карту, то есть новшество, которое объединяет и заменяет собой огромное количество документов от медицинского полиса до проездного билета стало проще. Заявления на получение карты теперь принимают не только в медицинском информационно-аналитическом центре и трех отделениях Сбербанка Чебоксар, но и в московском районе города, а также в Канаше и Алатаре. Узнать адреса и задать интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 32-01-00. В России объявили экономическую амнистию. 4 июля соответствующее постановление опубликовала российская газета. Действовать амнистия будет полгода. Предполагается, что на свободу за это время выйдут около 10 тысяч человек по всей стране. Простят тех, кого впервые осудили по 27 статьям Уголовного кодекса, связанные с предпринимательской деятельностью. К примеру, нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Мошенничество, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность. Попадают под помилование и те, кто уклонялся от налогов. О том, как нынешнюю амнистию ощутит наш регион и для чего вообще нужны такие меры, мы поинтересовались у бизнес-омбудсмена Чувашии Владимира Иванова. Ну, это, во-первых, сигнал предпринимательскому сообществу, что государство готово идти на послабление наказаний для того, чтобы поддерживать развитие предпринимательства. Ведь предпринимательство – это, по большому счету, риск. А риск оказаться за решеткой, за какие-то свои действия, явные или неявные, желающих заниматься предпринимательской деятельностью резко уменьшает. Предприниматели из Чувашии чаще всего наказывают за мошенничество. Эту статью еще называют резиновой. По мнению специалистов, применить ее можно практически к любой сделке. Также нарушают предприниматели авторские права, есть случаи незаконной банковской деятельности и предпринимательства. Под экономическую амнистию подпадут лица, которые, во-первых, осуждены уже и сидят в местах лишения свободы. Во-вторых, условно осужденные. В-третьих, условно досрочно освобожденные из мест лишения свободы. И также эта амнистия коснется тех, кто сейчас находится под следствием. Вот непосредственно те, кто сидят в местах лишения свободы, по данному Поправления Федеральной Службы по исполнению наказаний, это всего два человека. Но, если мы возьмем остальные категории, то число лиц, которые затрагивает эта амнистия, может быть около тысячи человек. Амнистию для предпринимателей объявили в нашей стране впервые. Впрочем, эксперты уверены, это только первый шаг навстречу предпринимательству. Уполномоченный по правам предпринимателей Российской Федерации не раз заявлял, что принципом российского законодательства должно быть следующее. За экономическое преступление, экономические наказания. Но ни в коем случае не уголовные. Что касается дальнейших этапов развития, я думаю, что аппарат Уполномоченного подготовит изменения в законодательство, которое будет как раз касаться моментов, чтобы по экономическим преступлениям минимизировать возможность уголовного преследования. И люди бы имели возможность, предприниматели имели бы возможность компенсировать экономический ущерб финансовыми средствами. Не более того. Дороги прошли обследование. Узкая проезжая часть, лужи, неровный асфальт и старые бордюры. Все это останется в прошлом. Новое полотно появится на основных магистралях. Сегодня глава администрации столицы проверил, в каком состоянии дороги. И выяснил, как дачебоксарские водители смогут оценить качество ремонта. С подробностями Денифа Тагирова. В городе не только ремонтируют, но и расширяют магистрали. Продолжаются дорожные работы на участке от Кольца на Президентском бульваре до пересечения с улицы Престанционная. Основной объем работ в настоящее время связан с перекладкой инженерных сетей. Тротуарные плиты и бордюры давно демонтированы. Ожидается, что будет добавлено по одной полосе в каждую сторону движения. Как отметил сегодня сети-менеджер, новая схема развития транспортной системы не за горами. Ждать водителям осталось недолго. Сегодня мы предложили подрядчику представить график к понедельнику о выполнении работ и завершении ко дню города. Значит, их предложение завершить к сентябрю должны были выполнить ко дню республики. Но сейчас совместными усилиями будем стремиться к тому, чтобы ко дню города этот объект ввести в эксплуатацию. Масштабная работа по расширению проезжей части происходит в разных районах города. Увеличивает ширину дороги по проспекту Ивана Яковлева. Увеличить пропускную способность на этом проспекте и базовом проезде удастся только к концу года. Как выяснилось в ходе выездного совещания, проблема в несогласованной работе между подрядчиком и субподрядными организациями, поскольку трудности заключаются не в укладке асфальта, а в переносе инженерных сетей и коммуникаций. К тому же, по словам городоначальника, подрядная организация представила неготовый проект. Были замечания, по сути, от всех сетевых компаний, от всех эксплуатирующих компаний. Это по водоснабжению, по теплоснабжению, по газоснабжению. То есть, без устранения этих замечаний не может начаться работа по переносу сетей. Ну и, соответственно, без этого, конечно, мы не сможем уложить асфальт. Поэтому этот вопрос нужно решать в первую очередь. В течение двух недель, я думаю, мы этот вопрос решим. К концу года ремонт этого участка дороги будет завершен. А полностью реконструкция проспекта Ивана Яковлева подрядчик обещает завершить через год. На стадии завершения работы дорожного движения на кольце по Марпосадскому шоссе. Здесь ремонт планируется закончить к дню города 18 августа. Данифата Герова, Евгений Анисимов, Республика. О том, какие дороги появятся в столице через несколько лет, говорили награды в Строительном совете. Транспортная развязка, парковые зоны, спортивные площадки, совместное развитие города Чебоксары и Новочебоксарска. Второй мост через Волгу. Такие темы обсуждали специалисты. В 2004 году был принят ныне действующий генеральный план развития города Чебоксары. С тех пор произошло много изменений. Появились новые микрорайоны, производственные площадки, увеличилась территория, изменился статус города на городской округ. Пришла пора менять и генплан. Чего ждать чебоксарцам в ближайшее время, расскажет моя коллега Татьяна Трофимова. Конкурс на развитие генерального плана города Чебоксары выиграл Санкт-Петербургский институт урбанистики. И на градостроительном совете проект представила главный архитектор Ирина Гришечкина, которая незадолго до этого оценила территорию города с высоты птичьего полета вместе с Алексеем Ладоковым и Александром Шевлягиным. Глобальным образом реконструироваться ничего не будет. То есть будет уточняться предыдущий генеральный план и будут внесены те изменения, которые уже произошли с момента предыдущего генерального плана. То есть жизнь она течет и вносит свои изменения. Так к 2018 году в Чувашии должна быть построена высокоскоростная магистраль Москва-Казань, которая по предварительным данным будет проходить через Новочебоксарск, Кугеси и Чебоксары. По особенности города, как я сказала, здесь вы видите окружение его зелеными лесными территориями и соединение, в общем-то, слияние практически двух городов – Чебоксары и Новочебоксарска. И это не единственная предпосылка объединения двух городов. На самом деле Чебоксары и Новочебоксарск давно уже взаимодействуют как единый организм. Сама жизнь уже подсказывает, что у нас горы Чебоксары развиваются в сторону Новочебоксарска. Просто в данном генеральном плане до 1935 года рассчитывается 550 тысяч населения. И пока до конца мы с Новочебоксарском не сливаемся. Но тем не менее все дороги, все направления движутся в ту сторону. Я думаю, жизнь покажет, это, скажем так, история 20 лет или история 30 лет. Но тем не менее слияние с городом Новочебоксарска произойдет рано или поздно. Развивается территория в районе Тепсермы, Пехтулина, то есть она примыкает к городу Чебоксары, то есть уже город Чебоксары растет в сторону Новочебоксарска. Как строить удобный для жизни город? Как сделать так, чтобы не получилось развитие без развития? Эти вопросы главными обозначили архитекторы нашего города. В последние годы практически в сто раз увеличился транспортный поток в городе. Необходимо строить новые дороги, расширять существующие. В северо-западном районе, в районе пересечения улиц Университетской и продолжение будущей магистрали Третьего транспортного полукольца, там тоже предусмотрена многоуровневая развязка, но там сейчас частная заправка есть. Человек выкупил территорию, и теперь вот как с этой развязкой развязаться? Или у него опять надо выкупать? Это получается дополнительные расходы на городской бюджет. Согласно генплану, многоуровневые транспортные развязки появятся и в других районах Чебоксар. На градостроительном совете было предложено и строительство второго моста через Волгу. Но это требует очень больших вложений – несколько десятков миллиардов рублей. По словам главного архитектора города, наш бюджет без федерального финансирования не сможет вытянуть такой мост. Генеральный план в окончательном варианте должны утвердить в октябре этого года. До этого документу предстоит еще пройти экспертизу в Минрегионе. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии появился первый энергоэффективный дом. Подать представленную технологию с умным домом не стоит. В доме нового поколения применены альтернативные возобновляемые источники энергии. Так называемая независимая энергосистема. Дом в 215 квадратных метров обогревается за счет геотермальной системы. Тепло забирается насосом из земли. Солнечный коллектор в любую погоду обеспечивает энергией для нагрева воды. Для гарантии всю систему страхует резервный газовый котел. Вот так выглядит дом будущего. Застройщики вместе с Минстроем Республики обещают экономию на коммунальных платежах. Реализовано здесь очень много интересных идей в части энергоэффективности. И как при эксплуатации, так и при строительстве. То есть тепловые насосы, рекуператор, теплообменник, энергосберегающие теклопакеты на окнах. Также ограждающие конструкции, которые по энергоэффективности три раза выше обычных. Вот эта прохлада, которая там, она на самом деле абсолютно бесплатна. То есть это та прохлада, которая достается нам сейчас от земли, которая в принципе идет от теплонасоса, который находится на глубине от 5,5 метров. Применить такую систему в обычном уже построенном доме, увы, нельзя. Энергоэффективность закладывается с фундамента. О результатах проекта можно будет судить спустя время. Сколько таких домов появится в Чувашии, пока сказать затрудняется. Проект не из дешевых – 12 миллионов рублей. Впрочем, возможность стереотипа жителей нашей страны сломать все же удастся. И люди научатся экономить не только свои финансы, но и дары природы. Данифа Тагирова, Андрей Спиридонов, Республика. Светить всегда, светить везде. На этом празднике собрались самые яркие, талантливые и креативные. В Чебоксарском педуниверситете прошел звездный бал выпускников 2013 года. Вальс, полонез, фокстрот, мазурка – все в лучших традициях настоящего бала. Дотянуться до звезд попытались и мои коллеги. Огромный зал, высокие потолки и, конечно, бальные танцы. На звездном балу настоящие звезды. Чтобы попасть сюда, они трудились пять лет. И, как оказалось, не напрасно. Кого-то пригласили на бал за научные достижения, а кто-то защищал честь вуза на творческих конкурсах и спортивных мероприятиях. Всех их объединило активное участие в жизни родного вуза. Я участвую в различных конференциях, пишу статьи. Затем, например, участвую в республиканских конкурсах и конференциях. Занимаю призовые места. Костяк Чувашского госпит-университета представили. Да, тут прекрасные девушки, отличные ребята. Отличная атмосфера в художественном музее. Все это, конечно, создает определенный шарм этому балу. Очень хорошие учителя, молодцы. Прямо нас всех поставили на место. Нас учили, учили жить, учили всему, чему можно. Еще вчерашние студенты не подтверждают мнение, что мало кто из студентов педагогического вуза идет работать по специальности. Они уже сегодня готовы к труду и обороне. Одни собираются учить детей в школе, другие грызть гранит науки в аспирантуре. Дальше я собираюсь поступать в аспирантуру, также в педагогическом университете. Продолжить свою научную деятельность. Пойду я работать в школу. Но сейчас собираюсь, конечно, в лагерь. Морскую звезду, педатриат, камушки. Каждый год ездим на юг, работаем с детьми. Благодарности, поздравления, все внимание на этом балу на звездных выпускниках. Все теплые слова в адрес счастливчиков. Министр образования здесь не просто должностное лицо. Он и сам звездный выпускник прошлых лет. Одно поколение уходит из стен, уже набирается. Новые поколения с заявлением идут в педуниверситет. Наверное, это знаковое событие. Бал закончится, но звезды не померкнут. Они уже продолжат светить в школах нашей республики. А на их место придут новые звездочки. И продолжат традиции педагогического вуза. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. В отпуске как никогда хочется сменить привычный городской пейзаж на морской. Но что делать, если желание отдохнуть есть, а денег на долгожданную поездку не хватает? Сбербанк России поможет решить проблему. Репортаж далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Чтобы получить нужную сумму на поездку, необходимо лишь зайти в ближайшее отделение Сбербанка. Причем вас попросят предоставить минимальный пакет документов. Тем, кто получает заработную плату в Сбербанке России, достаточно принести паспорт и номер банковской карты, на которую приходит зарплата. Процедура оформления несложная. Займет всего два часа. Одна из особенностей кредитов на отпуск – это небольшой срок – до пяти лет. При этом, как правило, года вполне достаточно, чтобы расплатиться за среднюю туристическую поездку. Даже если отдых обойдется в большую сумму, выплата кредита будет не слишком обременительна. То есть, если, допустим, брать кредит на поездку в Турцию, ну пусть это будет 50 тысяч рублей, например, и брать его на год, то человек в месяц будет перечислять в погашении кредита вместе с процентами приблизительно 4730, где-то 4800, вот так мы прикинули. Вот, если на три года, то это где-то 2000 рублей в месяц. То есть, если брать более дорогие путевки, там, Испания, например, Италия, то есть брать уже путевку за 100 тысяч рублей, то, соответственно, на год это там 9,450, на три года это, ну, почти 4000. Одно из важных условий удачного отдыха – возможность чувствовать себя спокойно в чужой стране, в любой ситуации. Сбербанк России – это готов взять на себя. Вам стоит лишь оформить в банке страховку для путешественников. Она покрывает утерю багажа, документов, кражу личного имущества, транспортные расходы, связанные с задержкой рейсов, затраты на медобслуживание. То есть все то, с чем можно столкнуться на отдыхе. Но прежде чем выехать за границу, не забудьте проверить, нет ли у вас задолженности перед службой судебных приставов. И тут Сбербанк снова приходит на помощь. Вы можете это сделать в любом терминале и банкомате, а также через Сбербанк онлайн, зная свой ИНН или реквизиты паспорта. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин